ну тогда давайте начнем значит я посмотрел вчера эти самые задания у вас два задания как всегда это как и в первом семестре было вот значит но ситуация только такая что вы теперь будете сдавать экзамен вот у вас будет декорицированный зачет а будет экзамен причем экзамена будет два будет письменный экзамен вот и будет устный экзамен потом уже но в какой форме это все будет ну это это мы посмотрим обычно значит то если нормально все вы 4 часа пишите экзамен письменный а потом сдаете устный экзамен обычно очень как будет в этом году не ясно но собственно формат был такой же в прошлом году был письменный экзамен онлайн и устный экзамен потом тоже был вот так что это вот все было теперь значит что вот непосредственно по заданию ну я вам так сказать с вами мы будем следующей неделе мы уже по моему очно начнем тогда мы поговорим побольше о наших проблемах а сейчас непосредственно только давайте вот будем заниматься деформе значит что у вас первым заданием ну я вам могу сказать так что вот это первое первый вопрос первое вот если вы посмотрите то вы несколько удивитесь и вы увидите что многие задачи которые там будут по крайней мере или с первого и второго пункта это было все в первом семестре ну было и было ладно значит почему так случилось это я вам объясню через неделю вот это уже такие собственно организационные вещи но ничего страшного нет вы их сделаете и заодно еще и повторите тот материал который есть а дальше вот то что собственно я хотел сегодня с вами рассмотреть это вот моя последняя лекция была а там мы изучали вот какие вопросы значит мы изучали вопросы блок значит о чем там шла речь вот ну я буду писать все для одного значит для одного дифференциального уравнения так вот ну и стоит задача каши отличие состоит только в том что мы с вами ранее рассматривали состоит в том что у вас еще и правая часть правая часть она зависит от некоторого параметра мю ну в общем виде я писал там вектор на все это была система уравнений и параметров у вас был не один а целое множество ну и собственно была сформулирована и доказана теорема о непрерывной зависимости решения от параметров это было вот ну я не хочу ее сейчас упоминать она есть вот потому что это не совсем тема семинара она не очень входит те задачи которые у вас будут но тем не менее вы формулировку той теоремы должны должны знать а речь пойдет вот о чем значит если у вас вот есть решение или есть значит фиат икс мю это есть решение данной задачи понятно что решение задачи каши в этом случае будет зависеть от параметра мю это ясно ну и тогда значит вопрос будет состоять в общем значит если я введу вот такую вот функцию то есть значит понятно что з будет зависеть от х и мю вот то есть я хочу собственно полученное решение задачи 1 2 хочу продифференцировать по мю вот ну это очень часто бывает интересным вот то есть определить как решение задачи будет зависеть от параметра ну и вот собственно последующая теорема последующая теорема которая была сформулирована она была значит сформулирована но не доказана вот ну доказательство ее собственно можно найти у федерюка вот доказательство этой теоремы а речь собственно пойдет о том что вы должны зная вот имея уравнение имея задачу каши 1 2 должны получить уравнение и задачу каши для вот этой функции z от x мю так это понятно или нет задача постановка задачи да понятно ну и вот собственно да практически вся моя последняя лекция этому и была посвящена значит ну доказательство теоремы теорема в общем то там есть там это доказывается все а вы что вы должны уметь делать что если у вас возникнет такая задача вы должны делать вот что уметь и вы должны понимать что так сказать это происходит значит если у меня у как вот это фи от x мю это и есть решение вот этой задачи то тогда значит у вас получается тогда так значит если я подставлю то есть это решение то я подставлю значит понятно что поскольку у меня есть теперь x и мю у меня я пишу частную производную по x то есть дифференцирую при мю константе каковой она собственно и является вот так тогда вот собственно что вы получите значит вы у вас имеется вот исходя из определения решения дифференциального уравнения значит вы тогда получаете вот такое вот тождество вот ну и я предлагаю вам это тождество вам это тождество продифференцировать по мю то есть тогда у вас если вы это сделаете то у вас тогда возникнет вот что д 2 мю д 2 поди мю поди х а вот опять и вот функция так вот ну а это есть что это есть д поди мю это левая часть я продифференцировал ну и мне бы хотелось бы чтобы вы продифференцировали правую часть значит я сейчас оставляю в стороне все вопросы а существуют ли у меня частные производные значит будем считать что они существуют понятно это но если это понятно то дифференцируйте мне что будет правой части так говорите д д-ф поды мю д-ф поды мю д-ф д-ф поды мю д-ф поды мю ну д-ф поды мю д-ф это у меня у Правильно? Да. Тогда это ди-фи, да. Ну, можно говорить по ди-фи. А точнее, поскольку это и-рек, это будет ди-ф по ди-рек. Так. На что? На ди-рек. Ну, или да, давайте так. Ну, давайте, да, поставим здесь фи. А здесь будет ди-фи по ди-мю. Правильно? Ну, как сложную функцию дифференцировать. Так, это одноуслагаемое. Что еще будет? Плюс ди-ф по ди-мю. Что? Не слышал. Плюс ди-ф по ди-мю. Ну, по ди-мю, конечно. Правильно. Это будет ди-ф по ди-мю. Вот, собственно, все, что будет стоять в правой части. Ну, а если я, если я теперь в общем виде, значит, запишу, что это будет у меня д-ф по ди-мю. А если я з обозначил это вот так, то это будет з. Правильно? И плюс ди-ф по ди-мю. Вот, собственно, что у меня будет стоять в правой части. Вот. Ну, а теперь давайте здесь разбираться. Вообще говоря, вообще говоря, вас уже должны, по крайней мере, на механике, приучить к той мысли, что смешанные производные что? Что сбывает со смешанными производными? Они равны. Они равны. Они равны. Вот. Вам, конечно, к этому как-то было не очень уютно привыкать. По той простой причине, что на первом курсе у вас было очень много таких заданий было, где это было не так. Но в вашей последующей научной жизни, вот, все смешанные производные будут всегда равны. Понятно, да? Вот. И если вы это сделаете в левой части, то вы тогда получите вот, что ее можно будет переписать. Это будет д-ф по ди-х, так, д-2-ф по ди-х по ди-мю. Так, здесь будет стоять фи от ди-х-мю. Ну, а это и есть д-ф по ди-х от ди-х по ди-мю. Ну, и если я воспользуюсь вот этим обозначением, то это у меня и будет. Вот. Вот, собственно, что у меня получится. Ну, и резюмируя итог, я могу получить так, что вот для z, так, введенной функции, так, введенной функции, получается вот такое вот уравнение. Так, d-z под ди-х здесь, конечно. Здесь тоже под ди-х, безусловно. Вот. На d подаем. Вот такое вот уравнение. Значит, это уравнение называется уравнением в вариациях. Понятно. Вот для функции z, если у вас есть зависимость от параметра, вот, то тогда вот это вот уравнение для функции, которая является производной функцией фи, вот, это уравнение называется уравнением в вариациях. Вопросы есть? Нет? Нет вопросов? Нет вопросов. Значит, я могу что сказать? Собственно, вот, значит, Федорюк, он и доказывал вот это дело, то, что здесь можно поменять порядок дифференцирования. Собственно, у него в этом и состояло его доказательство, а сама теорема, а сама теорема, она звучала так, что если вот у вас есть, значит, вот такая вот задача, так, задача Каши 1, 2, так, и если у вас функция функция F от X Y, так, и частные производные по всем параметрам, то есть по X, по Y и по M, дифференцируемые в области G включительно P, раз существуют частные производные, значит, они P раз дифференцируемы, F все частные производные, так, в области омега, принадлежащие R3, понятно, почему R3? Ну, потому что X, что Y и штаб, и M, вот, если у вас сама функция F и все частные производные от F до P порядка включительно дифференцируемы в области омега, омега, принадлежащие R3, то тогда для любых Y нулевого и X нулевого принадлежащих омега, ну, вообще говоря, сюда надо и потом там доказывается, что сюда и M можно принести в задачу Каши тоже можно принести, то когда тогда у вас решение задачи 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 Каши Y равное F от X Mu решение задачи Каши существует и един, значит, будет существовать и единственно, так, и будет дифференцируема по совокупности переменных X и Mu P раз. Вот, что он доказывал. Ну, на самом деле, на самом деле, то, что вот по Mu P раз, это понятно, а вот по X по X вообще говоря, достаточно дифференцировать не P раз, а P минус один раз. Но это и понятно. вы можете просто подставить случай, когда у вас первая производная, первая производная, ну и все будет отсюда следовать. Будет, так сказать, вам достаточно того, что по X переменных дифференцировать на P раз меньше. Вот. Ну и понятно, что вот для случаи, когда вы один раз дифференцируете, вот это уравнение называется уравнением в вариациях. Это уравнение получено, если вы хотите задачу Каши получить, ну вы просто по Mu дифференцируете задачу Каши. Значит, Mu здесь тоже может быть. То есть, вот это вот смысле вот это вот Y она у вас от Mu может зависеть задача Каши. И вы вот она тоже просто дифференцируете по Mu и получаете. Это все имеет место. Вот. Значит, сама формулировка самой этой задачи вы значит, должны знать. Доказательство доказательство оно происходит без доказательства, но фактически я вам показал, что вы должны уметь делать. Значит, вот ваше рассуждение. Значит, формально вы просто-напросто просто формально дифференцируете уравнение по Mu так и пользуетесь тем, что у вас смешанные производные, они равны. Вот и все. А условия теоремы, вот, они, собственно, обеспечивают вам именно то, что вы можете сделать вот такую вот перестану. Это вот вопрос теории. Так, какие тут будут вопросы по этому пункту? Никаких? Нет, у меня вопрос. Теперь, вот, собственно, задачи. Ну, я как раз разобрал задачу. Можно вопрос задать? А вот те, которые у вас там есть в задании, ну, там три задачи в задании начали. Дальше еще давалось задачи. Я на лекции разобрал ее, вот. Ну, более того, я разобрал ту задачу, которая когда-то была на экзамене дана. Там нужно было найти две производные, собственно. Вот. Ну, и вот, давайте рассмотрим задачу. И, собственно, эта задача, она носит, конечно, существенно теоретический характер, потому что все действия, которые вы там делаете, ну, должны быть обоснованы и вы должны их понимать. Вот. Задача такая, по-моему, 1067 со звездой. ну, их там по-разному звезды расставляют. Вот. там 1066 я хотел делать. Ну, вот 1066 это задача, собственно, я ее на лекции рассмотрел. Ну, не ее, а более сложную задачу. Хотя, там, тоже там возникал момент один, вот, и он, собственно, был на лекции. А я хочу рассмотреть вот какую задачу, та, которая у вас сейчас со звездой стоит. имеется вот такое вот дифференциальное уравнение. Ну, и задача ошибки уставить. Вот. Я открыла чат. Так, еще вопрос. Я открыла чат. А, чат, понятно. Вы можете, да. Ну, я вас вообще слышу, если что вы мне хотите написать в чат, то я теперь вижу и в чате. У тебя остался вопрос. Вопрос был у человека. Да, повторите, пожалуйста, какой вывод из этой теоремы, если функция интеорема... Значит, если у вас правая часть дифференциального уравнения сама функция и ее частной производной по всем переменным дифференцируемой существует, значит, непрерывной до П плюс, до П этого порядка включительно, так, понятно это или нет, что это значит? Да, да, да. Вот. То тогда, ну, решение задачи Каши, во-первых, значит, существует и единственное, и одно, ну, вот у вас решение фи от х мю, и оно, значит, может быть по х и по мю дифференцируемое П раз. Понятно, да? Да, да, спасибо. Вот, собственно, вот условие. Ну, а тогда, вот если мы один раз это сделаем, вот, ведем вот такую функцию, и за функцию z мы получаем вот такое вот уравнение, обратите внимание, что уравнение в вариациях, оно является линейным относительно z. Если вам известны все вот эти вот функции, все вот эти вот функции вам известны, вот, то тогда, тогда уравнение относительно в, уравнение в вариациях является линейным. Вот. Такие вещи, значит, ну, вы должны видеть. Ну и вот задача, собственно, вот она. Значит, дано деференциальное уравнение. Вот. Задача каши поставлена. Далее. А требуется определить 3x под мю при мю равном нулю. Вот. Требуется определить. Значит, что, по сути дела, требуется определить? Требуется определить не само решение задачи, а, собственно, определить вот эту вот функцию. Значит, что, по сути дела, требуется определить? Если у вас x равное x от ню решение, решение, то вам надо найти функцию, значит, если у вас z от x мю это есть вот что, то вам надо найти, собственно, не саму вот эту функцию z, как функцию t и мю, а вам надо найти всего лишь на всего функцию z от t, которая есть z от t ноль. Вот это надо понимать. Это понятно или нет? Это самое главное, что вы должны здесь понять. Так. это ясно или нет? А можно вопрос? Да. Мы вот сейчас, когда задачу ставим, z у нас это dφ по dμ, а fi от чего зависит? Там просто не видно. z от t мю это есть, dx по dm, то есть если у вас x есть решение вот этого уравнения, z от premium? Так, понятно это, да? Да. Я его дифференцирую по мю, тогда я получаю вот то, что раньше я имею вот эту функцию, но мне надо найти собственно не всю ее, а мне надо найти только что? z что будет, если у меня мю будет равняться 0? при конкретном значении вот этого параметра 0? Это понятно? Да. Вот. Ну, вот это вот задача. Ну, вообще говоря, можно решать двумя способами, разными способами. Почему при мю равном 0? Это тоже понятно. Это я вам потом немножко скажу, но решать это я не буду. Сами потом делайте. А я вам расскажу общий метод, как вы должны это делать. Понятно, да? Вот. Ну, что? Значит, вот у меня уравнение. Давайте получим что? Уравнение в вариациях. Значит, понятно, что все условия теоремы, о которой я говорил, значит, они все выполнены. Правильно? Все условия теоремы выполнены. Вот. И, по крайней мере, значит, решение один раз х от t я уж помню, один раз я точно могу пердиференцировать. Это понятно. Вот. Так? Вот. Ну, тогда уравнение в вариациях. Ну, что уравнение в вариациях? Значит, у вас понятно, что, значит, если я введу вот эту вот функцию, вот такую вот, так, то тогда у меня, значит, dz pdp это будет равняться. Ну, вот, вы мне сами написали, написали правильно. Все, значит, надо будет просто-напросто что написать? Значит, это будет что у меня? значит, это у меня будет dx pdmu, dx pd, значит, это будет dx df pdx, df pdx, правильно? Вот, это будет z на t, здесь стоять, это я деференцирую по мю, это будет z, вот, деленное на t, так? далее, здесь у меня будет стоять, значит, если я это продеференцирую по t, это будет у меня минус e в степени минус x на z, на z, так? Ну, и по мю, а по мю это будет вот что, это будет вот, вот это вот, так? Это будет вот это вот, я написал, так? Ну, пожалуйста, значит, это понятно или нет? Ну, давайте, так, что? Значит, df pd y на z, ну, у меня, вместо y у меня x, значит, это будет df pdx на, значит, это будет, что у меня, df pdx на dx pdμ. Ну, давайте я вот, что сделаю, я напишу так, это будет dz pdt, здесь у меня будет, что стоять, df pdx, так, df pdx от этого всего выражения, так, на dx pdμ, ну, и плюс, dx, значит, плюс, df pdμ, df pdμ, вот, так, да, я, кстати, неправильно написал, df pdμ, вот, от всего, вот, этого вот дела. вот, значит, вот так, я надеюсь, понятно, да? Так, правильно я написал, или нет, смотрите, я мог ошибиться, так, ну, вот, с тем вот, вы сравниваете? Да, вроде правильно. Вроде правильно, ну, тогда, значит, что у меня получается, df t, так, значит, z, деленное на t, потому что dpdx, это есть единица, на это, это будет вот так, далее, там будет дальше, минус, μt, на e в степени, минус x на z, это t, на z, так, вот, это вот так, чем я расписал, так, и этот член, значит, это будет, что у меня, плюс, dx, так, значит, это у меня будет, так, это я расписал, dx под мю, так, так, dx под мю, так, dx под мю, это у меня будет, просто-напросто, dx под мю, dx под мю, d на t, вот один я рейки не учил, и там у меня будет, что, dx под мю, плюс, t на e в степени, минус x, вот, собственно, что у меня возникнет, вот, собственно, что у меня возникнет, так, так, сейчас, сейчас, там нужно двоечку тогда подписать, где вы вышеписали. Так, не слышал. Нужно двойку тогда подписать, где вы вышеписали. Конечно, да, да, тогда получится вот так. Получится вот так, 2z на t, минус, минус, плюс t, на e в степени, минус x, t на e в степени, минус x, и, что, и минус мю, на t на e в степени, минус x. Ну, это, да, это уравнение. Ну, а теперь я по мю должен, что, еще, задачу кашу? А можно вопрос? Так, что? А мы еще раз по мю, e в степени, минус x, не должны продефинцировать? А я его продефинцировал. вот здесь. Ну, вот я написал это вот так вот, правильно? Это первый вот этот вот член. Нет, а во втором, во втором, во втором слагаемом. Во втором слагаемом? А зачем во втором слагаемом? Вот. Во втором слагаемом это уже делать не надо. А, я вообще говоря, так, сейчас, я вообще говоря, вот это я, по-моему, вообще неверно написал. Вот. Давайте так, значит, будем дифференцировать вот это вот по мю. Значит, x зависит по мю. Я продиференцировал, вот получил. Правильно? Теперь вот это я дифференцирую по мю. Ну, t я не дифференцирую, значит, я просто дифференцирую по мю вот эту функцию. Это я получил. И вот эту функцию продиференцировал по мю. Так, я вот это вот получил. То есть, вот это второе, я, по-моему, вот запутал. На самом деле, вот что должно получиться. То есть, я просто-напросто дифференцирую по мю. Ну, левую часть, правую часть. x, считая, что x у меня это и есть x от t мю. Вот. Ну, вот и дифференцирую. Тогда получаю, значит, dx по t мю. t у меня от мю не зависит. Значит, получаю, что z деленное на t. Все, этот член я продиференцировал. Теперь вот это. Здесь сложнее. Ну, сначала по мю. Первое вот это вот. У меня от мю зависит. Это у меня тоже зависит от x мю. Вот. Я продиференцировал так. Получил вот это вот. Так. Получил вот. Вот это вот получил. А теперь вот это. Е в степени минус x мю. Ну вот. У нас же тут первые два слагаемых, они остались от дифференцирования по x. Да. Да. Вот. Ну, то есть там надо еще прибавлять вот это еще раз z на t. Так. Что прибавлять? Ну, давайте так. Ну, значит, z на t у нас должно быть два таких слагаемых. Так. Еще раз. Значит, что мы должны сделать? Мы должны по мю продиференцировать x зависит от t мю, деленное на t, плюс мю на t от е в степени минус x от t мю. Дифференцируйте. Дифференцируйте. Ну, значит, надо дифференцировать сумму, правильно? Мы дифференцируем. Значит, здесь получается dx под мю. Это z. Есть? Есть. Все. А больше в этом слагаемом больше ничего не дифференцируем. Теперь дифференцируем вот это. Значит, это и есть произведение двух функций, которые зависят от мю. Дифференцируем первую функцию, получаем вот это. Правильно? Вот. Дифференцируем вторую функцию, получаем вот это. Все. Вопросы? Пожалуйста. Да, тогда все понятно. Ну, а что, все понятно. Значит, вы по мю должны просто правую часть продифференцировать и все. А вот это вот слагаемое, которое df под y умножить на z, оно у нас... Вот оно. Оно, собственно, оно вот это вот. Это будет вот это вот и вот это. Правильно? Так, хорошо. А потом мы к нему должны еще прибавить df под мю. То есть... Ну вот это мы и взяли. Это у нас от мю не зависит. Правильно? Она у нас только от x зависит, от мю не зависит. Поэтому, когда df под мю я буду брать, это у меня ноль будет. Правильно? От мю не зависит непосредственно. Сейчас что? Как вы берете частные производные? Частные производные, это берется производные только по одному из переменных. Все остальные считаются что? Постоянными. Правильно? Да. Ну вот, собственно, и все. Вот и получится. Как вы пытались посчитать. Да. Ну, а задачу Каши, если мы продифференцируем, задачу Каши мы получаем, значит, то у нас задача Каши получается так, что z под единица будет равняться нулю. Правильно? Вот. Ну, потому что у нас единица, она от нее не зависит. Вот. Ну, собственно, вы и это и получаете. Ну, прекрасно. конечно, было бы хорошо, но у нас, мы же не знаем здесь х, то у нас здесь вот. Правильно? Везде у нас здесь х, это и есть актемиум, то есть это же есть решение, правильно? Которого мы не знаем. Значит, этого нам мало. Вот. То есть уравнение для первой вариации для z, оно общее, оно вот оно. Ну, а нам-то, собственно, и не требуется, вот это, нам-то не требуется найти не просто z от t мю, а нам нужно найти, что z от t при мю, равном штабу. Ну, ну, правильно? Ну, давайте посмотрим. Значит, тогда, если мне это надо, тогда вот в это уравнение вариации, давайте запишем, а чему, собственно, будет какому-нибудь деференциальному уравнению удовлетворять вот эту, собственно, нашу функцию z с чертой. Ну, слева это, понятно, будет вот это, а справа? Ну, справа будет что? Будет стоять тоже, значит, я сюда просто должен подставить мю, равное нулю. Правильно? Подставляем сюда мю, равное нулю. Этого члена не будет. Но мю, равное нулю. Дальше. Плюс t на е в степени минус x от t 0. Вот, что у меня получится. Ну, и z с чертой от единицы равно нулю. Вот для той функции которая нам надо найти, вот будет уравнение. А как вы получили, что z от единицы равно нулю? А я продифференцировал задачу Каши помню. А, все, спасибо. Ну, кстати, у вас вот 1600, перед этим пример, который надо решать, там как раз у вас вам надо будет дифференцировать, у вас именно параметр входит в задачу Каши. Ну, и по нему вы дифференцируете. Хотя, в учебнике там написано следующее, что если у вас параметр входит в задачу Каши, то вы просто-напросто делаете замену переменных, ну, так, чтобы у вас задача Каши не зависела. Значит, если у вас, например, было бы так, значит, Х, там, Х вот так, единица равнялась бы, ну, например, там, единица и плюс какая-нибудь ЭПАТМЮ. Так, тогда бы вы просто-напросто делали бы следующее, что у вас вводили бы новую функцию, например, ИГРЕК такую, что, что это и есть Х от ТМЮ минус единица минус ЭПАТМЮ. Ну, и у вас тогда относительно ИГРЕК было бы вообще нулевое условие, правильно? Вот, а функция ПАМЮ пошла бы куда? В уравнение. Правильно? Ну, и вы бы получали бы, вот, собственно, с ней бы работали так же, как и здесь. Поэтому это так, но это будет означать просто-напросто, что вы дифференцируете ПАМЮ сразу задачу Каши. Вот. Если туда МЮ бы входило бы, вот, кстати, тот пример, который я разбирал на лекции, там входило именно вот, параметр входил именно вот в задачу Каши. Ну, и вы бы его просто продифференцировали и получили бы такую задачу Каши. Вот и все. Значит, вы просто формально дифференцируете по параметру задачу Каши. Мои слова понятны или нет? Да, ясно. То есть, разницы не будет, можно двумя способами решать, да? Конечно. Нет, ну, рекомендуем, когда они доказывают все теоремы, они просто избавляются и параметры загоняют, вот, и все сводится к тому случаю, что у вас параметр только в уравнении. Но это эквивалентно тому, что вы будете просто, когда задача уравнения вариации получать задачу Каши, просто будете дифференцировать, что по мю задачу Каши. Но если вы назад вернетесь вот к этой самой функции, и все, и у вас тогда все так и получится. Ваши вопросы? Да. Я все-таки не поняла, почему, когда мы вот вариационные уравнения по определению вот записывали df под y на z плюс df под мю у нас получалось другое. У нас там получалось два z. Просто в f напишите, или мы там x считаем не функции, а просто ну просто переменной. здесь путаница состоит в том, что здесь-то у меня y зависит от этого. Понимаете? y зависит от этого. Так. Вот. Фактически, фактически здесь записано, что d под мю от f от x y от x мю. Вот. что здесь фактически записано. Это понятно? Да. Ну вот и все. А здесь у вас что вам надо? У вас здесь есть f зависит от t x t мю и мю. Вот. Ну вот дифференцируете эту функцию по мю. Ну я конкретно вот ее просто вот беру и дифференцирую. Вот у меня конкретный вид. Здесь у меня значит вот эта функция состоит из двух слагаемых. Правильно? Ну вот и дифференцируете каждые два этих слагаемых. Только из всего. Да, я понимаю. Нет, ну я понятно. Все эти вопросы они понятны. Вот. так. Ну хорошо. Собственно, ну хорошо. Вот мы получили для того, что нам надо найти. А это у нас неизвестно. Правильно? x от t0 у нас же тоже неизвестно. Правильно? Да. Да. А мы можем ее найти? Да, можем. Так. Мы просто подстаем вот сюда выходное уравнение, что мю равное чему? Ну. Ну и если мы это сделаем, то мы тогда получим, что вот это наше x оно будет удовлетворять и мю равное нулю, это будет вот такое вот уравнение. x от t причем x от единицы будет равняться единице. правильно? Ну, а это уравнение я надеюсь, что вы все умеете решать и решите. Ну, понятно, что это уравнение с разделяющимися переменами. вот, вы получите, что x так, его мне нужно решать или сразу я могу написать, что x будет равняться ct. так, 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 это все зависит от желания аудитории. Да, 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 что сразу можно написать или решать? Можно сразу сразу можно. Сразу можно. Сразу можно. Ну, отлично. Ну, если вы подставите, то единица будет равняться, да, ну, c здесь, конечно, нулю не равно, это понятно. Вот, сразу подставите, значит, единица, c равняется единице, ну, и вы получили, что x, вот это вот ваш x от t0, то, которое вы подставите, это есть просто-напросто что? Это есть просто-напросто t. Ну, и тогда вы вот, собственно, у вас получается вот это in z от единицы равно нулю. Вот то уравнение, которое вы получили для нахождения z. Естественно, оно линейное, вот, как и должно быть уравнение, вариация всегда линейное. Это понятно? Так? Это понятно? Вот. И, значит, мы его решаем. Это есть линейное уравнение, неоднородное. Значит, понятно, что решение однородного уравнения. будет вот это вот. Только что? Значит, понятно, будем искать решение вот этого вот z. Это есть z от t на t. Так? Вот. Ну, метод вариации постоянный. Так? Вот. И что тогда? Подставляем вот уже в исходное уравнение. Значит, будет z штрих на t плюс c будет равняться c. Ну, это говорит нам о том, что мы все правильно ищем. Вот. И будет равняться t на e в степени минус t. Ну, это c штрих это будет просто-напросто e в степени минус t. вот c штрих от c от t это будет минус e в степени минус t ну, плюс какая-то c с чертой. Это уже будет проигольное постоянное. Ну, и тогда z от t это и есть c t минус c t на e в степени минус t. Ну, у меня условие какое? z от единицы ноль. Значит, ноль равняется c минус минус единица. Ну, и понятно отсюда, значит, что я получаю. Так. Так, только здесь, конечно, c никакого нет. это я неправильно написал. Вот. Значит, так. Вот. Это c на t, на t здесь это будет так. Ну, и c это и есть e в степени минус 1. Ну, и получаем то, что нам надо найти за от t. То, что нам надо найти, это и есть. Значит, c я нашел, значит, это и есть e в степени минус 1 на t минус t на e в степени минус t. Ну, или t я уношу e в степени минус 1 минус e в степени t. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Вот. Вопросы. Значит, это, да, аналогичная задача, я уже говорил, которую я разбирал, она была как задача повышенного уровня. Ну, собственно, там вот все сводилось к тому, что я вот здесь сделал. Пожалуйста, вопросы. Да, это задачи, конечно, они такого. они будут в контрольной вашей, естественно, это будут эти задачи, ну, и они будут оцениваться как критические задачи. Так, пожалуйста, вопросы. Видимо, нет вопросов. Видимо, нет. Я уже вам когда-то говорил, когда нет вопросов, что это означает. Значит, да, ну, а я немножечко скажу о другом способе решения задачи. Ну, он состоит в том, что, ну, есть такие, значит, асимтотические методы решения, вот, может быть, вы слышали даже, что есть такие асимтотические ряды, вот, ну, немножко, так сказать, пытался, вот, кто, так сказать, создавал курсы дифференциальных уравнений, которые, вот, собственно, мы читаем, это Александр, Александрович Абрамов, он пытался, так сказать, что-то делать по асимтотическим методам, вот, но, понимаете, потом произошло сокращение часов, и теперь уже мы это и не даем, значит, суть его, этого асимтотического метода заключается в следующем, что вы решение задачи, ваше решение задачи, вот это вот, х оттемьем, решение вот вашей этой задачи, коршевчик, вы раскладываете ну понятно, дальше будут члены более высокого порядка, мю квадрат, и так далее, и так далее, ну, вообще говоря, асимтотические методы, конечно, это собственно, ну, я могу так сказать, что владение асимтотическими методами, по сути дела, весь мир наш асимтотичен, если уж так, по большому счету, все вот наши теории, вот классическая механика Ньютона, она асимтотична, считая, что что, что С стремится к бесконечности скорости света, так, это будет вот первый, нулевой член разложения, как раз будет, вот, это классическая механика Ньютона. Следующий член разложения, который учитывает, это механика теории относительности, которую, собственно, создал Панкаре, хотя вам об этом говорят, что это Яхаб Рейнштейн создал, ничего подобного, вот, это все в трудах Панкаре был сделан, и он и сформулировал общий физический принцип относительности своих работ, вот, Айнштейн, он так подправлял это дело для физиков, грубо говоря, вот, это дело, вот, все уравнения механики Панкаре написал, правда, в безразмерном виде, вот, но это так, к слову, Ну, а дальше что вы делаете? Вот вы написали вот этот ряд, кстати, понимаете, написать этот ряд это далеко не так просто, понимаете, там надо думать, по каким степеням Мюн надо это дело раскладывать, это как раз в этом и состоит интуиция, особенно в нелинейных уравнениях, ну, вот здесь, конечно, уравнения нелинейные, но здесь там, очевидно, что надо вот так раз параметры вот тут присутствуют, то все делается, а дальше, я надеюсь, понятно, что делаем, подставляем это разложение в уравнение, ну, и будем иметь x точка от потом Мюн на x2 от t вот, ну, и будет равняться, значит, подставляем сюда, тоже вот так вот, значит, x1 плюс мюн на x2 деленное на t, ну, плюс и так далее, и туда будем подставлять, так, на t на e в степени минус тоже здесь от крат со временем. А дальше, я надеюсь, понятно, что будем делать. мы будем приравнивать при одинаковых степенях, правильно? Что у вас получится? Первая степень нулевая, правильно? Тогда у вас получится, что x1 с точкой, x1 с точкой, это будет у вас, что, x1 на t плюс, плюс, x1 на t, а следующий это член, для него что? Для него не будет, правильно? Это понятно или нет? Ну, там-то член будет второй, он будет порядка мюн. Так, я смотрю, у вас что-то как-то плохо со симпатическим мышлением. Это понятно или нет, что следующего члена не будет, что вот для x1 будет вот это вот дальше что будет то от нем члена их не будут, а x1 от единицы будет равняться чему? Единица. Ну, вот вы получили уравнение для x1. Правильно? А как мы еще раз этот асимтетический ряд составили? А асимтетический ряд это я вот взял и написал. Буду говорить, вовсюду раскладывать решение, буду раскладывать решение вот этого уравнения в асимтетический ряд. Вот так вот написать. Имею право. Правильно? А третье слагаемое, например, какое было бы? Какое? Ну, третье слагаемое в этом ряду как запишется? Ну, если было, смотря какого оно порядка. Ясно, что второе слагаемое, второе слагаемое вот здесь. Оно порядка мюн. Да. Ну, вот и все. А я приравниваю степени при одинаковых, членов получившегося разложения при одинаковых степенях мюн. Вот, собственно, в этом и состоит весь признак. Это понятно, нет? Ну, давайте так, давайте вот для второго напишем. Понятно, что здесь будет что? Х1 деленное на Т, а здесь будет мюн умножить на это. Ну, понятно, раз здесь на мюн умножается, то у меня мюн в нулевой степени и второго слагаемого ничего не получится. Это понятно или нет? Ну, да. Понятно. Вот. Значит, тогда у меня вот, собственно, для Х1 остается только вот оно. Само получается задача. Правильно? Вот. Вот, собственно, получается уравнение для Х1. А для Х2 можете получить уравнение? Собственно, вам-то будет решение давать Х2. Правильно? Значит, тогда вы должны удерживать члены какие? Значит, слева у вас будет мюн на Х2 с точкой. Так. Ну, Х1 вы взяли, значит, здесь у вас будет мюн на Х2 деленное на Т. Здесь будет мюн Т. А здесь будет Е в степени мюн Х1, которую вы уже нашли. Правильно? мюн на Х2. Ну и что вы будете писать? Значит, вот это Е, это и есть Е в степени минус Х1. Здесь будет единица плюс мюн и так далее. Ну и раскладывайте Е в степени по малому параметру. Это будет что? Е в степени Х1. Правильно? Это будет что у меня? Вот. Это у меня здесь будет тогда Е в степени минус Х1 на Е в степени мюн Х2 и плюс и так далее. А Е в степени мюн Х2 будете раскладывать по малому параметру мюн что у вас получится? Получится единица. Правильно? Ну разложение. А мы тут что малым параметром считаем? Что? Что мы тут малым параметром считаем? Ну вас-то мюн вам надо при нуле найти. Правильно? Да. Правильно. Мюн малый параметр. А это не важно кстати малый он или нет. Правильно? Вот. Малый он или нет. Потому что вы просто да ну вообще говоря оно мало. Вот. член асимтотического ряда если вы раскладываете тело в асимтотический ряд вот например ну пишите там какую-то там функцию вы раскладываете ее там представляете там ну ак там от епсилен от т епсилен так к единице до м то главное чтобы у вас было этот ряд асимтотический требуется следующее чтобы у вас ак плюс первое на ак было бы о от епсилен вот это будет асимтотический ряд тогда какое начальное условие для икс-дуал у нас какое икс-дуал давайте получим вот я вам хочу написать чтобы вы получили я творю что-то с асимтотическими рядами вот представление вам тяжело а вообще говоря в этом и собственно и состоит вот ну нет конечно броща у меня руководитель был он собаку съел на этом деле значит так что у вас будет у вас будет х2 слева мю на х2 это понятно или нет будет стоять вот вы хотите для второго члена разложения получить с первым мы получили я надеюсь понятно да его получили и нашли вот мы его и получили это у нас t получилось правильно это понятно или нет понятно теперь для х2 давайте писать ну что для х2 значит у нас будет что будет мю х2 на t из этого члена появится это понятно другие члены я не рассматриваю там мю квадрат и мю нулевой степени это мы уже сделали правильно так непонятно значит у вас есть х1 плюс мю х2 ну плюс и так далее рассматривается х1 плюс мю х2 на t так будет плюс мю t е в степени минус х1 на е в степени минус мю х2 ну и и так далее здесь я напишу на х2 вот плюс и так далее члены будут дальше в кубе вот это равенство точное я написал это понятно или нет да два члена я написал ну давайте писать значит х1 мы нашли значит вот это у нас с этим сократится правильно вот ну х1 у нас t получилось значит здесь будет единица и здесь будет единица значит тогда останется мю х2 будет равняться мю t е в степени минус х1 а мы его нашли от t это есть минус t дальше будет е в степени минус будет е в степени минус мю на х2 это это и есть ms2 o в квадрат правильно с этим вы согласны или нет да ну все тогда что вы здесь должны записать тогда вы здесь должны записать что это будет что же у меня у меня это будет е t так это я записал уже вот значит будет так мю так значит ага вот я пишу так равняется равняется значит Значит, μ x2 на t плюс μt на e в степени минус x1, а здесь будет единица, так, и плюс O большое от μ. Но у меня-то еще на μ здесь умножается. Значит, член я должен что-то сделать? Но он будет какого порядка? Он будет μ2, правильно? Он будет присутствовать в уравнении для x2. Получается, нет. Получается, нет. Конечно, получается, нет. Ну и тогда на μ я сокращаю и получаю. Вот. Ну а поскольку это у нас t был, да, ну вот я получил, что есть t на e в степени минус t. x1 у нас t включена. И понятно, что x2 от единицы должно равняться по нулю. Вот. Вы же задачу вашей тоже по меру расслабляете. Ну вот, собственно, второй способ решения этой задачи. Ну вот, ну я чувствую, что-то вы с асимптотическими методами совсем очень плохо. Да, оставьте камеру. Так, пожалуйста, оставьте камеру на доску. Не надо ее мотать туда-сюда. Хорошо. Можете тогда? Это вам. Ну вот. Так. Это вам. Ну вот. Так. Ну вот, это вот второй способ асимптотический. Ну я вообще говоря, это самое, ну не знаю, может быть я не очень четко это рассказываю, вот. Но что-то как-то мне не понравилось, как-то вы асимптотические методы как-то вы очень, так сказать, плохо схватываете, вот. Ну да, это, собственно, хлеб, вот. Ну вот мой научный руководитель на этой неделе проединировал. Можете еще раз повторить, откуда мы получили начальное условие на х2? Ха, начальное условие. Ну мы вот задачу каши. Значит, если вы вот задачу каши разложите так, то вы получите, что у вас, значит, х1 от единицы плюс мю на х2 от единицы плюс и так далее. Вы везде ставьте единицу, будет равняться единице. Этого мы удовлетворили, а мю-то здесь нет. Правильно? Мю-то здесь в правой части нет. Вы раскладываете по параметру мю не только уравнение, но и задачу каши. И у вас мю в задаче каши нет. Ну поэтому получилось, что х1, вот оно все и забирает на себя всю задачу каши. А остальные все члены... А получается, что х2 нолю равно? Конечно, от единицы. Но у нас так получилось, насколько я понимаю. Вот. Х2 от единицы должно равняться нулю. Ну и понятно, если вы понюх будете теперь дифференцировать отряд, собственно, вам, что вам требуется найти? Вам требуется найти х2 от единицы. А х2 от единицы. Правильно? Вот, собственно, чего вам надо. А как мы х1 нашли? Как? Мы получили просто-напросто. Значит, мы вот здесь взяли и оставили вот в этом уравнении, да? Если мы раскладываем только вот для этого нулевого члена, кстати, это самое сложное получить для нулевого члена. Потому что этот мы отбрасываем слева и справа мы оставляем только то, что получилось. Вот у нас, что получилось для х1. Вот, видите? Вот, что у нас получилось справа для х1. Так, так, я, ну, поскольку я не вижу, по голосу я вас еще не различаю, естественно, значит, кто мне задавал вопрос? Полина, Настя или кто еще? Полина была. Ага, Полина была. Вот. Ну, к Полине у меня свои претензии есть, потому что 8 баллов по анализу это маловато. Вот. Так, значит, Полина, понятно, откуда идти? Что? Ну вот. Что? Какие 8 баллов? Что? Что? Какие 8 баллов? Маловато, маловато по анализу 8 баллов для Полины. Ну вот. Так. А не было восьмерки за... Ну, я посмотрел ваше эту самую вот. У меня вот инфлятор десятка за... Десятка? Ну, не знаю. Ну, если десятка, тогда, извините, все понятно. Вот. Так, Полина, ну это понятно или нет? Значит, в чем, собственно, суть асинтетических методов? Написали разложение. Допустим, такое. Кстати, это главное сделать, потому что оно должно соответствовать тому, что получаться. И подставляем в левую и правую часть уравнение, в том числе и в начальные граничные условия. А потом приравниваем слева и справа члены при одинаковых степенях параметра. Вот, собственно, и все. Это общий способ. Вот. Ну вот мы и сделали. Вот я слева подставил. У меня тогда слева у меня будет член, в левом порядке будет только х1. Справа у меня тоже останется только х1. Вот он у меня. Да, и начальные условия я разложил. Вот он у меня и получил все уравнение для х1. Вот и все. Я его нашел. А понятно, а дальше получается, понимаете, да, в уравнение для х2 уже войдет найденный х1. Понимаете? Уже войдет. Оно вошло. Вот. И получилось уравнение для х2. Вот. Это так. Вот. Ну, это вот такой вот разложение, да, синтетический способ решения всех этих задач. Ну, да, поскольку предполагается, что мюта у вас мало, вот. И вы вот раскладываете около этого параметра, и у вас с вами получается так. А то, что я вот вам рассказал, это такой стандартный способ решения. Ну, по сути дела, он тесно переплетается со синтетическим, если уж так вот. Ну, это вот, да. А остальные задачи вашего этого первого отдела, это то, что у вас было. Вот. Там были три задачи на уравнение, не разрешенные относительно старшего производства. А еще там параметры, ну, я это буду смотреть. Это, собственно, если вы посмотрите первые лекции, основные по теории линейных систем уравнений. Вот. Они вот будут идти именно отсюда. Ну, кстати, в пятницу я и буду, собственно, продолжать это дело. Там я выведу метод вариации постоянной для уравнения. И, собственно, да. Да. Ну, и дальше будет там теорема штурма будет дальше идти. Вот. Вот, собственно, все. Вот. Так. Ну, по-моему, все у нас. А, еще не стекло время. Правильно? Еще звонка здесь не было. Вот так. Значит, еще вопросы. Вот, это вещи важные. И вот, вы продумайте все это дело. Ну, и в следующий раз в очном режиме мне уже зададите вопрос. Вот. Так. Пожалуйста. Вопрос. Да? Мы сейчас раскладывали до второго порядка малости. А если у нас будет, например, три переменных? То есть у нас их зависит от... Ну, не три переменных. А вот, например, да. А вот, например, вот к той задаче, что я рассматривал на лекции, там нужно было, да, второго порядка малости раскладывать. Потому что там нужно было найти еще и вторую производную по малым параметрам. Ну, тоже все самое. Только тогда у вас что? Смотрите. Если вы еще здесь добавите мю квадрат сюда, все то же самое действие. Вы, значит, берете и просто аккуратно раскладываете, чтобы все члены порядка мю квадрат у вас были. Потому что если вы что-то не допишите, то вы получите неправильное уравнение. Ну и все тогда у вас, значит, понятно. Здесь у вас будет следующий член. Будет член с мю квадрат. Вот здесь вам надо будет быть аккуратным. Значит, войдут тогда члены мю квадрат, но они войдут так. Значит, понятно, что у вас будет вот разложение вот этого члена. Член с мю вы уже нашли. И у вас в уравнении для вот этого члена войдут члены х1 и х2. То есть те, которые вы уже нашли раньше. Понятно, что для последующих членов всегда будет линейное уравнение. Это вот, собственно, принцип разложения по асимптотических методам. Что у вас, так сказать, вот главный член надо найти. Вот. А тогда остальные члены, это просто вы будете решать линейное уравнение. А это, вы сами понимаете, гораздо приятнее, потому что это можно сделать аналитически. А мы, получается, нашли тут решение задачи каши, правильно? А не вот эту производную, которую нам надо было найти. Нет, ну мы ее нашли. Вот. Значит, так. Это вот уже вопрос по постановке задачи. Значит, задача у нас ставилась так. Вот у нас ставилось... Вот есть уравнение с параметром. Есть задача каши для него. Решение у вас будет что? Решение будет вот какое. Правильно? То есть мы асимптотические методы... А вам надо найти, что? Взять вот это решение, продифференцировать по мю и подставить, что? Производную мю равное что? Нулю. Вот это... А, ну, тогда ясно. Да, мы с вами решение не нашли. А мы нашли только вот это вот значение вот этой производной по мю. Причем при мю равном нулю. Как она будет зависеть от времени. Вот, собственно, и все. Вот, что мы сделали. Это понятно? Да. Ну вот. Вот, собственно, это задача. Ну ладно. Тогда, значит, вроде бы звонок прозвенел. Ну, слава богу, мы вроде бы в следующей неделе мы уже с вами очно встретимся. Пока еще, даже если будут какие-то приказы, но их уже не отменят. Это только дальше, если вдруг что-то получится. Будем надеяться, что мы так и будем проводить задания. Вот, ну, тогда все на сегодня. Все. Можно еще личный вопрос? Да. А можно? Вот я в прошлом семестре в 908 группе учился. Вот я вот и Сергей Кошелев. Мы хотим к вам перевестись, например, вот в среду ходить первой парой. Я могу вам следующее сказать. У нас было заседание кафедры. Значит, это не... По крайней мере, Олег Викторович Подлибский это дело не приветствует. Вот. Хотя, значит, Воронов Артем, вот, ну, про ректор. Он, так сказать, возразил ему. Но, тем не менее, да, по дифурам это можно сделать. Вот. Почему? Потому что я у вас ректор. И вы к ректору можете, так сказать, идти. Вот. Значит, вы будете ходить в 906 группу. Правильно? Ну, да. Ну, сюда еще хотела ходить эта самая Татьяна. Вот. Хотела ходить Тюрина. Не знаю, она есть сегодня, сейчас или нет. Вот. Ну, это я ее спрошу. Или она будет вот... Кстати, и Ксения тоже еще хотела ходить. Вот. Потому что я у них буду вести только анализ. Дифуры я у них не буду вести. Но, насколько я понимаю, это, видимо, сделать можно. Ну, вот. Можно будет сделать. Почему? Потому что я лектор у вас. Вот. А так, вообще говоря, это... Кафедра это не приветствует. Ну, потому что вы перезаражать можете друг друга. Ну, вот. Это так. Еще отсюда. Принцип такой. Ну, ладно. Я думаю, это мы разберемся уже очно. Мы с вами этот вопрос решим. Я думаю, что... Сударяна. Это можно будет сделать. Вот. Ну, в принципе, понимаете, там надо формальности это сделать. Но мы можем даже, договорившись с вашим преподавателем, вот. Ну, собственно, я вам буду проставлять эти контрольные БРС. Собственно, вот о чем речь-то идет. Только и всего. Вот. Я думаю, ваш преподаватель, он с этим согласится. Ну, лишние контрольные, зачем проверять эти домашние задания. Правильно? Ну, вот. Я думаю, это так. Если он против не будет, то мы это делаем без всяких документов сделаем все. Потому что в формальности мы просто соблюдем все. Понятно, да? Да, понятно. Но, тем не менее, этот вопрос мы решим официально. Так. Ну, вот, собственно, все тогда у меня на сегодня. Вот с вами. Тогда до свидания. Ну, я надеюсь, что в следующий раз мы с вами очень встретимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.